Нарушение общественного порядка, неадекватное поведение, моральное разложение, тяжелое материальное положение в семье, а порой угроза здоровью и жизни родных – это последствия алкоголизма. Каждый 30-й мазырянин сегодня состоит на учете у медиков. Картина пугает, если учесть, что одни снимаются с учета, другие становятся. На сегодняшний день у нас на учете порядка 2500 человек, которые наблюдаются именно по алкогольной зависимости. Порядка 1500 человек, которые состоят на профилактическом учете. Есть диспансерное наблюдение, когда алкоголизм уже определен, и есть профилактическое наблюдение, когда алкоголизма еще нет, либо мы пытаемся работать с человеком в плане того, чтобы у него не сформировалась зависимость от алкоголя. Именно профилактической работе уделяется большое внимание. Ей занимаются и педагоги, и медики, и правоохранители, и власть. Именно на профилактику здорового образа жизни направлен и запрет на продажу алкоголя в вечернее и ночное время. Это уже дало свои результаты в плане снижения количества правонарушений. Однако все еще беспокоит медиков проблема подросткового алкоголизма. Сегодня у нас нет подростков, которые страдали бы зависимостью от алкоголя. Однако достаточно большое количество подростков, порядка 140 человек, которые состоят на учете профилактическом. Мы собираемся мультидисциплинарной бригадой, то есть несколько специалистов. Это и психолог, психотерапевт, социальный работник. Привлекаем к этой работе родителей подростков и составляем такие комплексные планы, в которых учитываются особенности подростка, особенности его семьи с тем, чтобы проводить профилактическую работу. Число желающих избавиться от пагубной привычки в последнее время стало больше, что говорит о доверии пациентов врачам. И все же, прикладываясь к стакану, не стоит забывать. Алкогольная зависимость может возникнуть так же быстро, как и сам хмель. Единый день здоровья – очередное тому напоминание. Илона Шавловская, Юрий Грабец, телеканал Мозырь.